Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу, что делать с розами в августе. В августе следует подкормить последний раз наши розы. С тем, чтобы они вошли здоровыми в зиму, хорошо перезимовали и порадовали нас весной пышным цветением. Какая это будет подкормка? Не знаю, какие были у вас до этого подкормки. Но любая подкормка, которая будет с перевесом фосфорно-калийных удобрений, не следует избегать совершенно азота. Потому что если это производится до 15 августа, если позже, то все-таки оставить азот в покое, а подкормить фосфорно-калийным каким-то удобрением. Затем уже, если вы опоздаете в августе, подкормки производить не следует, ибо невызревшие побеги, они все равно у нас вымерзнут. Какое соотношение фосфора к калию? Это могут быть, если до 15 августа проводить подкормку равномерное распределение 10-10-10, 13-13-13, 16-16. Либо с перевесом в сторону фосфора, с тем, чтобы формировалась и укреплялась корневая система нашего куста. Полив надо ли делать в августе? И если стоит сухая погода, то, конечно, полив следует делать. И полив следует делать аж до октября месяца, если не будет влажных периодов и дождей не будет. Это снова же надо для того, чтобы те удобрения, которые мы внесли в почву, чтобы они работали, надо, чтобы они были доступны. Без воды они доступны не будут, и побеги не вызреют. Для того, чтобы лучше сохранялся полив, результат от полива, то поверхность вокруг куста следует замульчировать тем, что есть у вас под рукой, за исключением чего-то такого, которое будет здесь создавать какую-то гнилостную среду. То есть сильно мокрые, влажные растительные остатки не надо помещать. Хорошо, если это будет скошенная трава, которая, конечно же, без вызревших семян. Либо это будут опилки, либо кора, либо щепа, различные средства. Там еще что-то появилось, какой-то жмых от переработки какао-бобов. Но говорят, что пока еще непонятно, как он себя ведет, поэтому не рекомендуем. Август месяц, когда ночи холодные, ночи влажные, и как бы вы ни хотели, мучнистая роса приходит всенепременно на наши культуры, в том числе и на розы. Можно использовать для этой цели, для борьбы с мучнистой росой препараты, такие как медный купорос, либо раствор соды с мылом, потому что они простые, доступные и работают на начальном этапе очень хорошо. Затем, когда напротив стоят дождливые периоды в августе, то появляется следующая беда, которая называется серая гниль. Но здесь она, слава богу, не посетила, хотя на краешках лепестков что-то такое, ну, может, это обычное физиологическое увядание вызревшего лепестка. Серая гниль проявляется в бурении соцветия, вы это заметите, затем начинает буреть основание цветоноса, и тогда происходит полное увядание. Можно также препараты меди, бордусская жидкость использовать. Вредители какие в августе? Вредители в августе не дремлют, может продолжать появляться тля. И если стоит сухая погода, то буйствует клещ. Клещ проявляется тем, что, ну, к счастью, я показать это не могу. Клещ проявляется, листья становятся светлые, потому что он все высасывает. Как правило, он расположен на обратной стороне листа, где-то в средней части. На молодых побегах клещ поселяется крайне редко, и часто поселяется клещ. Клещ на старых побегах, когда мы говорили о том, что надо делать правильную обрезку роз, вырезать старые побеги, особенно у плетистых роз. Вот было бы сейчас очень видно, как работает клещ по старым побегам, потому что они все-таки ослаблены. И в первую очередь он туда. От клеща можно спастись обычным поливом. Ну, поливом не под корень, а по кусту, особенно на обратную сторону листа, потому что там он и сидит. Таких поливов надо провести, ну, наверное, в течение дней 9, через 3 дня. Раз души сделали, потом еще раз через 3 дня. И обычно, если при этом стоит сухая погода, обычно этого достаточно для клеща, потому что все равно там уже к концу августа он и так уходит куда-то на покой. Что с тлей делать? С тлей здесь надо быть внимательным. Это вам не та весенняя или раннелетняя тля, у которой особи без крыльев. Это тля уже настоящие. Тут и самцы, и самки, и все они с крыльями, и все они носятся и переносят, и яйца откладывают. Поэтому эту тлю надо уже обрабатывать либо какими-то химическими препаратами, либо я еще расскажу вам, чем их обрабатывать. Ну, из простейших средств, всегда доступных, это у нас под рукой хозяйственное мыло. Мы его натираем, 50 грамм берем кусочек, 50 грамм растворяем в 7-8 литрах теплой воды. И проливаем куст, и так тля должна как бы уйти. Что касается обрезки. Да, соцветия отцветают, и иногда мы хотим срезать что-то себе в букет. И встает вопрос, а что же нам делать с соцветающими соцветиями в августе месяце? Август месяц таков, что если мы обрежем соцветия неправильно, то могут закладываться почки новых побегов, и они снова будут расти-расти до поздней осени, а потом они просто вымерзнут. И если все обрезать неправильно, а что такое обрезать неправильно, если мы вот просто с вами возьмем и вот так вот чик обрежем, из этой почки появится побег, здесь делаем чик, из этой почки появится побег. Поэтому в августе месяце надо быть уже внимательным и не обрезать слишком низко. То есть достаточно будет того, чтобы после второго-третьего такого вот странного листа обрезать наш цветочек. Вот здесь такая история уже появилась, потому что цветок вышел из той почки, где мы обрезали. Здесь вот побег пошел, здесь мы обрезали, и вот в следующем пошел цветок. Иногда на розах, не иногда, а практически всегда, образуются, если мы своевременно не обрезаем, образуются плоды, которые по-простому называем шиповник. То есть роза – это же по сути шиповник, только сортовой. И надо ли эти плоды обрезать в августе месяце, их обрезать уже не надо, потому что снова же будут образовываться из почек просыпаться спящие побеги. Поэтому, если хотите обрезать, то прекращайте эту обрезку в число тоже 15 августа, а затем просто их оставляете как есть, а обрезку уже произведете этих заложившихся плодов в весенний период. Тогда вы ничему не навредите, и растение не будет истощенным. Это вот основные такие уходовые моменты, которые надо провести в августе месяце. Да и вообще, если вы хотите резать букеты, то режьте, но только помните о том, что срезать надо так, чтобы не навредить самому растению. Либо вы еще захотите вдруг провести черенкование, иногда достаточно сформированы побеги и хорошие, крепкие, неповрежденные различными болезнями, то, в принципе, можно еще и провести черенкование, они успеют укорениться. Но для того, чтобы не мучиться с разными мыльными растворами, я вам хочу посоветовать различные средства для ухода за розами. И, например, такой препарат, который называется субстрат для почвы, который называется циолин, обогащенный субстрат. И он в своем составе содержит все. Микро-макроэлементы, гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты. И прекрасно при этом будет выполнять роль такого улучшителя почвы. Затем он очень влагоемкий. Он будет удерживать в себе все те удобрения и биопрепараты, которые направлены на здоровье розы. Вы знаете эту линейку Profit с различными бактериями и грибами, которые работают именно по здоровью как листа, так и корневой системы, противорядителей, болезней. И он будет удерживать на своей поверхности вот эти препараты и способствует тому, чтобы они не вымывались. И чтобы не вымывались вещества питательные, это будет длиться очень долго, потому что он влагоемкий и сможет в себе содержать, кажется, 40% от своего веса влаги. Поэтому расход его очень экономный. Мы берем 2 столовые ложки. А 2 столовые ложки это вот столько будет. Вот. Делаем такую канавку, чтобы оно работало надежно. Вот так. Вносим туда. Можно по поверхности, но затем заделать. Вот распределили. Почему так? Потому что основные корни всасывающие находятся вот в этой проекции. Заправляем. Улаги достаточно, можно не проливать, обещают дожди. А если улаги недостаточно, то нам, конечно, следует пролить. Здесь, там где рассыпной способ, все листья, которые падают на почву, нам следует удалять, особенно перед зимним укрытием. Вы об этом помните, да? Я вот сейчас их подобрала. Поврежденные листья мы, вот здесь в нижней части, конечно же, от почвы все пошло. А все эти ребята, и бактерии, и грибы, они будут находиться на растительных остатках. Все это сейчас уже убираем. Вот видите, тут кто поселился. Казалось, такая здоровая. А здесь у нас споры ржавчины. Вот такая беда. Где-то, наверное, тут сосны рядышком у нас растут. Вот они и переносчики. Все листья пораженные убираем и утилизируем подальше, чтобы избежать расселения вот этих грибных поражений. Работая с биопрепаратами, нам можно не переживать ни за свое здоровье, ни за здоровье, конечно же, розы и окружающих растений, потому что биопрепараты работают целенаправленно и щадяще. И оберегают все, что находится вокруг наших растений. Спасибо за внимание. Поторопитесь с уходом за розами в августе. Не упустите вот эти последние моменты. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова